Всем привет! На сегодня я в гостях у Дениса Калугина. Почему я в гостях? Потому что мы находимся в его студии. Дело в том, что Денис не играет на гитаре, но что же он делает здесь? Денис это человек, который занимается своим делом и при этом вовсе не бедствует, а, собственно, добился успеха. А у меня всегда вызывали симпатию люди, которые добиваются желаемого и живут за счет своего творчества, что, в принципе, в нашей стране не принято. И сегодня мы попытаемся узнать все о тату, потому что Денис замечательный тату-мастер, также о его истории успеха, ну и немного о деньгах, немного об интересах, как открыть свое дело и на что надо обращать внимание. И давай с самого начала немного тебе ошарашу такие вопросы. Сколько тебе лет получается? Как давно ты занимаешься тату? Как давно ты стал тату-мастером? И сколько ты сейчас зарабатываешь в месяц? Всем привет! Меня зовут Денис, мне 24 года. Занимаюсь татуировкой 2,5 года, плюс-минус месяц. Доход... Давай, смотри, если что-то цифру конкретно не называть. От, допустим, в нашем городе до 20 это получается минимальный доход, малый доход, назовем его, от 20 до 40 средний доход, от 40 высокий доход. Вот к какой категории себя отнесешь ты? От 40. Так уже, по числаму, от 40. Начал немножко, как на собрании алкоголиков, от 40. То есть за 2,5 года ты, получается, добился уже высокого заработка в этом деле. Ну, если это можно назвать высоким, то да. Ну, у нас, у нас, да. И смотри, получается, насколько важны для тебя сейчас деньги, когда ты уже имеешь свою студию, когда уже занимаешься тем любимым делом. Всё-таки хочется больший доход или главный татал? Деньги, безусловно, важны, но... Но всегда, конечно, хочется большего, но не до... Ну, не до какой-то гонки, чтобы постоянно увеличивать, увеличивать и увеличивать. Самое главное, чтобы сохранилась какая-то определённая сумма базовая. Базовая, чтобы держаться на плаву. То есть просто, чтобы заниматься своим любимым делом. Да, да. Ну, правильный подход, и потому что, если что, гнаться с деньгами, зачастую это просто не получается. И тут смотри, я знаю, что ты у нас местная знаменитость, потому что ты не только в своей сфере известен, но тебя там в газете писали, тебя знают многие, в общем-то. До какого числа, может, месяца у тебя сейчас забита запись? Запись сейчас... Пока что она закрыта. Я её просто закрываю, чтобы отсеять ненужных людей, которые не хотят ждать. А если не хотят ждать, им, значит, нет смысла со мной работать. На данный момент запись на июль. Июль. Да. Ну, я помню, когда я тебе звонил, ты там чуть ли не на полгода была ещё записана. Ну, тогда я просто не успевал её закрывать. То есть, я хочу подметить, что многие считают, что, особенно наше предыдущее поколение, что стабильный заработок, высокий заработок, это пойти в офис, это пойти на завод, отпахать там 10 лет и за те же 40 тысяч, иметь ужасную нервотрёпку, да, отдавшую уже 10 лет, и, по сути, вся стабильность будет выражаться в том, что тебя тупо имеют. На самом деле, любой завод, любой офис, он может в любом моменте перестать существовать. Может быть, сокращение, ты можешь уйти. И с этой точки зрения своё дело в какой-то степени даже надежнее, потому что, ну, сейчас, мне кажется, тату даже на подъём. Сейчас интерес растёт к этому всему. И смотри, ты учился где-то у кого-то, ты, может, художественно заканчивал что-то? Нет, я никогда не рисовал. С того момента, как начал уже сам непосредственно этим заниматься, стал рисовать. То есть, он прямо 20 лет назад начал рисовать, и сейчас уже делаешь, ну, нормальные такие крутые ракеты. Спасибо. Ну, не то что, я там. Хотел бы порекомендовать вам один интересный канал. Парень снимает видео по коломузыкальной и современной тематике, похожей на мои видео по философии. На канале уже поднабежало подписчиков, есть отличные качества картинки и звука, а также кто-то, в отличие от меня, парится по монтажу, и это приятно. Давайте поддержим подписками, чтобы видео со смыслом на ютубе стало всё-таки больше. Ссылку на канал я поместил в описании, там сейчас идёт конкурс с денежными призами, но лично я отдельно рекомендую выпуск по металлу. Прямо сейчас можно перейти по ссылке в описании и открыть всё это в новой вкладке. Смотри, раз мы к этому подошли, то вот с рок-музыкой сейчас считается затухание, спад некий. Как ты считаешь, в тату сейчас спад, или же всё-таки, вот как мне кажется, наоборот, это всё начало расти больше клиентов? Да, да-да-да, всё начало расти, развиваться ещё. Вот как я начал, вот тогда прям это вот только прям вот, особенно моя стилистика начала всё сильнее и больше развиваться. Благодаря интернету, благодаря разным творческим ребятам, которые создавали контент для этого не только татуировщиков, но и блогеров. Ну да, сейчас. Вот, и из-за того, что мы стали жить, в принципе, лучше по сравнению с 90-ми годами, всё это сказалось, да. Плюс ещё там всякие тату-история, паблики же были. Я, кстати, вот вчера буквально смотрел, у Руганта выступал парень, забыл, кого его зовут. То есть, группа Лонгоградский тоже, там, в 2-й сапу, вот в тату раньше ты считал, что всё-таки это всё считается неформальным. Ну, сейчас до сих пор всё равно. Ну, музыка до сих пор считается неформальным, но за счёт этого скачка сейчас начало уже в обеход, мне кажется, входить. И плюс рэп-музыка тоже, она опять же связана с тату, как у любой, в принципе, пилотчество. Да, согласен, согласен. И вот, кстати, есть какое-то вообще деление на рэп-татуировки? Приходят тебе, ну, по рэпу такие бить? Или же приходят, там, по металлу? Или, в принципе, сейчас, мне кажется, нет такой какой-то деградации? Нет, такого нету, только редко бывают ребята, которые, там, слушают рок-музыку, такие олдскульные парни. Ну, таких вообще очень мало, там, буквально несколько человек у меня было. Вот, у них, конечно, и вкусы отличаются от большинства, но вкусы так себе. Слушай, чувствуешь ли ты, вот смотри, когда ты сейчас встал на ноги, какую-то смену отношения к тебе? Когда ты начинал, возможно, как твои, там, друзья, верили ли в тебя? Твои родители, может, девушка, жена верили. И сейчас, когда ты уже, вот, добился своего, стоишь на ногах, есть ли какая-то разница? Друзья, друзья вообще всегда поддерживали, даже когда я только начинал, ну, делал вообще, ну, это даже нельзя показывать. И они всё равно почему-то поддерживали. Может быть, они, конечно, или они из-за жалости-то делали, или же, или же просто они не разбираются, потому что я уверен, что большая часть из них вообще не шаги. Ну, знаешь, не разбираются, у меня тоже, друзья, не разбираются, но у меня наоборот лично. В Монске всегда говорили, типа, ничего не получится. Вот он так, блин, ну, ещё. Там просто так. Смотри, надписи в тату, это за шквар? Нет, надписи — это не за шквар, потому что это отдельное направление в татуировке, и есть определённый класс мастеров, которые занимаются непосредственно ими, и они делают абсолютно потрясающие вещи, что, допустим, надпись, она выглядит не как надпись, она не читаема особо, хотя, в принципе, скорее всего, будет читаема. Это просто в целом очень красивая картинка. Ля, смотри. А вот ты бьёшь только чёрное. Да. Почему? Потому что мне с самого начала эта стилистика понравилась, и я решил себе в ней попробовать, и на другой даже особо не разменялось. Ну, стандартный вопрос, у тебя же самого цвета нет татуировки получается. Как так? Я их делал... Я их начал делать 7 лет назад, и на тот момент мне это казалось очень классно. Не жалеешь? Я не жалею о том, что у меня забита кожа, но хотел бы сменить, может быть, саму картинку как-то поменять. Это вот очень показательно, потому что, ну, очень мало людей, которые забились, и жалеют о том, что забились. Но если кто-то жалеет о чём-то, то как раз по поводу темы, по поводу рисунка, потому что вкусы меняются с возрастом, а какие-то самые видные части первым делом забиваешь. Согласен. Согласен, но они тоже как-то вот жалеют. Вот сколько я замечал, это, как правило, или набили какое-то имя, или какую-то вот хрень такую вот вообще совсем тупую. Все-таки, да. Есть такое. Так, смотри, сколько сейчас стоит в среднем час работы мастера? В Рязани средний минимум, назовём это так, это, наверное, тысячи две в час. Хотя, а может быть и тысяча. Ну, то есть я особо как-то, я особо не знаю, кто сколько берёт, но примерно так, в среднем где-то две тысячи в час. А в Москве минималка это пять тысяч в час. И средняя зато сколько она по времени? Примерно, ну, среднечковая. Ну, все делают примерно с одной скоростью, там, конечно, плюс и минус. Если там, допустим, среднее, для меня среднее, то, допустим, вот татуировка вот таким вот размером, там, на предплечье образно говоря, чтобы показать. Да, вот такая татуировка занимает, ну, может быть, у кого-то можешь занять полтора часа, у кого-то два часа, у кого-то, ну, два с половиной максимум. Ну, то есть средняя стоимость тату получается тысяч пять, четыре. Ну, да, да, да. А в Москве десять, восемь. У нас в этом плане все очень сильно распространяется. И вот мне сейчас мысль одна в голову запала, то, что у вас же семейный бизнес. Наверное, ты не делаешь цветные тату, потому что ты оставляешь их жене. Ну, мне вообще не поворачивается слово это называть бизнесом. То есть, как бы, скорее всего, со стороны так и есть. Ну, и на самом деле это так и есть. Я все-таки как-то... А ты ее приучил? Она сама до этого била, нет? Нет, она рисовала, там, ходила в художку в детстве. И у нее всегда хорошо получалось. И потом, когда я уже стал забиваться, там, вот в эти семнадцать-семнадцать лет, я просто смотрел, как работают мастера, и сказала ей, давай, я накаплю бабок и куплю тебе, там, первый тату-набор. И я вообще покажу тебе, как вообще все это делается. И она на мне тренировалась. А сколько стоит открыть свой тату-салон? Вот я знаю, что в Москве, я готовился, я знаю, что в Москве стоит от миллиона открыть свой тату-салон. Это плюс потом еще аренда, оборудование и так далее. У нас нужен какой-то стартовый капитал? Блин, я не знаю, что такое вот этот вот миллион. То есть, и у каждого понимание тату-салона разное. То есть, кто-то хочет сразу навести какой-то антураж и вбухаться там в ремонт, и сделать все какое-то вообще там в центре города, чтобы это было видно, да, тогда там, может быть, идет речь о миллионах. А так, ну мы сейчас, да, конечно, говорим не о квартирах, а вот об отдельных помещениях. А так, ну, я не знаю, но это... Какой-то стартовый капитал? Ну, скромненько, ну, скромненько так... А, если с оборудованием вместе? Да, с оборудованием вместе. Все зависит от оборудования. Допустим, кто-то работает на оборудовании, оно стоит у него там, ну, там, двадцать пять тысяч. Начальном? Ты же не будешь сразу в самом начало? Только начинаешь делать самое крутое. Ну, начальное, да, начальное оборудование для татуировщика сейчас можно купить. Такое вот нормальное, там, не какой-то Китай, но в пределах 30 тысяч можно сюда купить. Одного человека. Да, и начать что-то там делать. Конечно, возможностей будет меньше, там, может быть, будет одна машинка, скорее всего. Может быть... Скорее всего, да, одна машинка. 30 тысяч можно начинать дома буквально. Да, да, да. И все это дело развивать. Да, можно. Вот. и тут смотри как получается сколько себестоимость татуировки если средняя стоимость 5 получается 4 сколько из них уходит на себестоимость хорошую себестоимость не какие-то там опять же паленки а нормальные но если не учитывая вот покупки вот оборудования основы там от машинок что стоит реально дорого но это вообще какие-то копейки это там может может стоить от ну где-то от 300 это если вообще супер по-бомжатски все делаешь там вообще все все вот все вот по бомжатски делаешь до там до там трех тысяч до зла или но да до двух ладно до двух тысяч там может быть у у ребят кто пользуется самым-самым всем новейшим может быть там чуточку побольше то есть смотри получается за 10 тату отбивается собственно машинка да она на уливается она отбивается да не как у нас купил гитару через 10 лет надеюсь что получит первые девушки за концерт смотри какой самый трошак тебе приходилось бить самый трошак это когда я только начинал бил тогда где-то полгода плюс-минус я набил одной молодой девушке это было лет 26 наверное она была мать одиночка у него была дочка что мне показалось странно типа блин ну странно как она сама все было тоже странно я и набил силуэты летучих мышей на лапке на интимном месте ну прям не совсем прям вот притык туда но вот очень близко да да не будем углубляться это 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 было странно так и какое самое крутое получается что ты сделал тату чтобы показали фотку чтобы прям этим ты гордишься есть такие или все одинаковые нет 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 мне очень мало нравится того что я делаю в цену вот если вот в в какие-то ухо уходить вещи наверное одна из моих любим она конечно сейчас уже а это это наверное была моя первая татуировка которая у меня реально получилось там полтора года назад это я набил своей жене на предплечье голову аполлона это это такая гипсовая а я понял тебя там тоже какие-то похожие есть слушай а смотри я всегда считал что тату колет в основном ребята легкого поведения но мне это оказалось и не 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 кто это в общем-то мало чего из себя представляет она бьют основной повод это для красоты хочется для понтов чтобы красиво мне почему-то все время хотелось чтобы тату какой-то смысл вынесло под собой и не поэтому я очень долго сам не бил тату потому что не хотел себя сделать с конкретными людьми вот и в принципе когда делаешь сеанс ты же общаешься человек да да конечно даже какие мотивы у людей вообще для тату чаще всего просто красиво потому что хочу потому что модно или вот с чем-то связывают все таки люди что-то модно это процентов 30 40 40 наверно процентов это модно какая-то идея это процентов 30 и остальное что ты сказал не поставлю это ну вот идеи что-то модно и все но красиво девочки они просто надо да 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 и вот остальное там процент это потому что красиво но в принципе там все как-то так вот разбрасывается но вот большая часть мне кажется что потому что модно особенно девушки ты с некоторыми даже общаешься и думаешь блин ты же просто увидела исходник у какой-то инстакисы в инстаграме или в интернете просто там в гугле я не знаю где них ищут легкая ветреность она все-таки есть конечно конечно это постоянно это сплошь и рядом ну и сейчас наверно такой вот самый подходящий момент потому что часто пишите зачем я себе набил свои тату поэтому наверно вот я расскажу что во первых бил мне дениса оба потому что я в принципе мы как-то пришли с подругой бить у него тату я увидел как он работает и потом я ходил ко многим мастера смотрю как работают они и понял что в принципе ну например в столице дело не в столице абсолютно дело в человеке в конкретном подходе к делу абсолютно что есть вот люди фанат своего дела а есть люди которым не дано но этим занимаются и очень хотят этим заниматься в итоге как даже маленький тату бывает там вот как ты говоришь и растягивают на 12 часов очень часто есть кемастера то вот теперь почему бы спросил про оплату что есть люди казалось бы тату которого я видел что делают за два часа и растягивают на 12 часов чтобы побольше по базу но это но это да это уже это уже это уже махинаторы но потом к ним уже не придут я думаю нет к ним будут ходить и они уже долго работают и у них все будет в принципе здорово потому что жизнь очень несправедливая жизнь очень несправедливая штука в этом в общем по моим тату первую я набил смысл в чем когда мы создали группу мы с локалистом спустя где-то год гуляли по ночному городу пили одну бутылку вина на двоих и вот мы решили когда у нас будет свой альбом когда у нас будет клип когда у нас будет свой тур когда будем полноценными рок музыкантами то тату это как атрибут именно рок музыканта неотъемлемый то тогда мы на версию тату и когда будет 10 тысяч подписчиков на так себе цифру определили и потом соответственно вокалист женился группа немножко встряла я сделал видеоблог чтобы не дремать да и так уж получилось что в один день я получил и диплом об образовании смежным с искусством и в этот же день у меня стукнуло 10 тысяч подписчиков на боге я вспомнил собственно что я хотел сделать тату ара группа группа она что-то там подстрял меня пауза у нас было сейчас воскресаем вот и я подумал ну пускай не в группе 10 тысяч а будут две с половиной тысячи пускай так ну вроде бы у меня все есть на весь этот опызани у тебя там была у тебя очередь как обычно полгода ну потом ты звонил или писал не то по моему писал дописал вот но потом ты мне написал что у тебя окно появилось тут не пришел на лифе я прям недолго думаю думаю что набить мне просто нравится символик мне нравится геометрия такая тоже нравится черный цвет я тоже любитель черт черного общества и решил набить эту вещь я ли не ассоциирую своей группы что своим первым альбомом потому что это логатик первого альбома мне просто нравится что это дизайнерская вещь индивидуальная она сделаны нарисован специально для меня ни у кого такой больше нету какой-то символ и я ее ассоциирую с каким-то периодом своей жизни когда вы были сеть поездки тур но автору я почти сразу там забил себе дату в декабре это связано с тем что когда я захотел сделать курс теории музыка самолучка потому что я понимал что такого никто не делал и в принципе равняться не на кого не то что у нас даже за рубежом нет аналогичной школы что это большой объем работы ну вот собственно сумму я собрал сделал этот проект и последний выпуск выходит на следующий день я как положено выложился там два дня пошел набил тату холл полосы я не знал что значит честно вообще абсолютно я просто что-то подыскал себе чтобы в геометрии чтобы опять же ходила как-то продолжить руку я не хотел что-то такое чем буду жалеть потом будущем полосы это вроде как универсальный потом я узнал что это индейская татуировка которую набивают воина когда там отряды войск в принципе я служил командовал отрядом поэтому подумал все нормально все сошлось и вот я тоже ни в коем случае не жалею потому что мне очень нравится без них я уже себя чувствую голову я не знаю просто без стату голая рука и собственно давай тогда продолжим а то на себя перевел все какую музыку ты слушаешь вообще есть и у меня никогда в жизни не было такого чтобы я слушал какую-то конкретную музыку там прям вот прям я слушаю пилот или какое-нибудь такое говно но как оно как вот в детстве было я слушаю там король и шут и я такой смотрелся на этих людей думаю ну как вы можете слушать одну и ту же херню вот ну то есть у меня никогда такого не было до сих пор такого нету я просто я всеяден кроме определенных каких-то конкретных исполнителей я я сейчас добавлю извините перебью потому что сейчас очень много людей просто начнут лопаться просто на куски дело в том что мы сейчас говорим о том что мы против того что слушать какую-то конкретную группу прямо на них загоняться по несколько лет а сами группы король и шут и это неплохие группы это все для любителей но не в нашем вкусе согласен согласен вот просто просто нам не нравится вот это есть и я я считаю что в любом вообще жанре чем будь рэп попса роковая музыка то есть в каждой из них есть талантливые ребята даже просто музыка кайфовая тем ну то есть даже и не словами а просто вот смесью слов и музыки это производит приятно для тебя лично для тебя вибрации ты и слушаешь все то есть вот mobina Finish курс она написанный тайм Gemeyl сразу как выished Wang cool но так спокойная музыка в самом зарубежное но и и очень много но в принципе русской тоже достаточно частиучается много классных еще но это получается с фоном это его время работы да и я слушаю только фоном когда еду в машине или работаю или ну и все да из такой goaly gain не например with 평аровERE здесь чисто под себя подбираешь нет люди никos ik ониbe cami п Barbara д hayır подбираешь пия Both pegar когда права плана borак TikTok starter под себя на других ли aquabere не напрягает Хорошо. Слушай, по твоему году, вот смотри, по твоему мнению, ты мне говорил, что за два года ты добился буквально уровня, которого там люди добиваются, 5-6 лет, и это связано потому, что ты постоянно, каждый день в работе, да? Есть такое? Ну, ты знаешь, это я тебе говорил когда-то, да? Да, ты мне говорил, что ты считаешь. Ну, то есть смотри, я это имел в виду в таком контексте, не то, что я там добился, которое... То есть среднестатистический чувак добивается там 5-6 лет, это просто... То есть некоторые люди там и за 10 лет не могут вообще ничего набраться, то есть есть реально конкретные примеры, вот. То есть я, допустим, знаю много ребят благодаря интернету, которые за год добивались вообще каких-то высот, но ты просто смотришь и думаешь, какое же я ничтожество. То есть я считаю, что я за эти два года, но добился так же, как, в принципе, человек добивается за два года, может похуже. То есть если среднестатистический... Да, уже скромнее стало. Ну, то есть да, это я просто привёл тот пример, что есть вообще совсем какие-то бездари, которые за 6 лет не могут ничего сделать. Ну, или тут получается... Это я просто на эмоции когда-то сказал. Или получается, чем больше знаешь, тем меньше знаешь. Да, да, да. Но всё равно влияет то, что ты бьёшь их не так... Конечно, конечно, да. Временно от времени, а ты бьёшь их постоянно, рука набивается. Я просто решил сразу за это взяться серьёзно и, то есть, перестал работать на обычной работе. То есть я не одно время, на то есть, этим занимался и как бы... И жил как бы за счёт жены. И то есть, ну это вообще никого не напрягало. Просто вот решил заняться и, в принципе, из этого что-то годное вышло. Я считаю, что в музыке у нас, кстати, то же самое. Можно 10 лет заниматься, соответственно, время от времени. А можно прямо впрячь, собросить всё это дело. Пускай даже в камербенде, ну или же, естественно, лучше бы там, для нас, лучше бы в группе своей. То за два года можно достичь больше уровня за счёт того, что рука набивается. Просто постоянно. Потому что ты этим занимаешься, ну отказавшись от своей основной работы, становится твоей жизнью. Поэтому, конечно, в этих условиях уровень растёт выше. Я поэтому даже себя никогда зачастую не сравниваю с музыкантами, которые прямо-таки живут этим. Потому что я представляю, что если бы этим заниматься с утра до вечера, то это априори круче, надеюсь. Ну, должны быть круче. И смотри, тут последний, наверное, вопрос, что я хотел бы тебе задать. На данный момент ты счастлив? На данный момент да, я счастлив. То есть у тебя дела идут в горы, всё хорошо. Ну, и ты знаешь, счастье — это вот не из-за того, что дела даже идут в горы. Не, не в деньгах, а вот именно ты растёшь над собой. Да, просто когда ты... У человека вот есть минимальные потребности, там, сначала они заключаются в том, чтобы там тебе не было холодно, не было голодно. И когда ты эти все потребности потихонечку удовлетворяешь, ты начинаешь задуматься просто уже о каком-то своём внутреннем мире. И вот за два года, за два с половиной года, сколько я этим занимаюсь, я просто начал как-то больше... Я за это время больше разобрался в себе и стал гораздо более счастливым человеком. Следующее тату, которое будешь бить какое-то? Уже думаешь, планируешь? Следующее тату я себе хочу набить сам себе на кисти. На кисти. На второе, да, чтобы себе второе доделать. Я, наверное, следующее буду делать, когда я выпущу свой айбом или 50 тысяч. Ну, наверное, я буду с чем-то связывать. Правильно, правильно, это молодец. С каким-то достижением, чтобы себя что-то запоминать. Спасибо себе за интервью. Спасибо. Вы очень много, надеюсь, узнали. Узнали ещё одну историю человека, который всё-таки занялся своим творчеством, не пожалел, добился счастья. И это самое главное, что надо добиваться, ребята, счастья. Всем пока, ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Будет ссылка обязательно в описании на группу, на студию, соответственно, Дениса, на него. Поэтому заходите, посмотрите на работы обязательно. Посмотрите, может что-то понравится, натолкнет вас на какие-то идеи, что заходите набить себе, собственно, в будущем. Не обязательно копируйте, а просто что-то стиль понравится, в общем-то. И всем пока до новых видео.